Все здравствуйте, мы продолжаем наши уроки шатра Авраама. Вот и первый урок мы сегодня посвятим изучению личности Авраама. И мы так и назовем нашу тему «Авраам – пример для нас сегодня». Вот, и я хочу сразу выделить два момента, почему нам важно понимать, что это за герой, потому что Авраам – это первый человек, которого назвали евреем. Вот, и та речь о людях, которых сегодня идет в Торе, нет национальности еще никаких. И просто есть человек, есть его служение, отношение к Всевышнему. Вот, поэтому это очень хороший пример. Вот, и я хочу выделить два момента, потому что Аврааму было сказано, что «благословятся тобой все племена земли». Вот, и наши мудрецы объясняют простой смысл вот этого выражения, что такое «тобой благословляться все племена земли». И комментатор Раши, он так объясняет этот момент, что когда отец сыну хочет передать свое благословение, то он так и говорит «стань подобным Аврааму». Что это значит? Это значит «возьми этот персонаж как пример, как пример качества его характера, ну, мудрости жизни, служения Всевышнему». Вот, поэтому, когда мы изучаем именно пример Авраама, то мы можем взять здесь много положительных примеров, именно как прохождение всяких испытаний, жизненных трудностей, потому что все это происходит не только же с Авраамом, а и с каждым человеком. Вот, и второй момент, говорят наши мудрецы, что путь отцов, он является примером для сыновей, для последователей. А что это значит? Это значит, вот этот пример, когда мы изучаем все это, он дает силу потомкам и силу последователям проходить такие же трудности, проходить такие же испытания. Вот, кстати, интересный момент, что вот 2000 лет назад, перед появлением всевозможных религий, которые впоследствии назвали аврамической религией, то как бы первые еврейские люди, которые пытались распространять учения Торы для всех народов, которые тогда были язычниками, и даже в Библии, ну, в посланиях, вот, Галатам, греческим странам, римским странам, вот, написано, что все верующие в Бога люди, да, люди же тогда делились, был еврейский народ, который верили во Всевышнего, и все остальные народы были язычниками, то есть безбожниками, идолопоклонниками, и не было еще никаких религий. Вот, и первая попытка распространять идеи монотеизма, идеи веры в единого Бога, вот, первые еврейские люди, они пошли в другие города, пошли в Грецию, пошли в Рим, в Италию, и распространяли вот эти знания. И прямо в Библии, вот, в послании Галатах, там, Ефесянам, там написаны такие выражения, что все верующие, они суть сыны Авраама, да, поэтому Авраам назвал отцом множество народа, потому что он показал пример, что значит верить во Всевышнего, как это на деле, да, не просто я верю и все, а как это должно проявляться на деле, в поступках и так далее. Вот, и написано, что вот эти все последователи учения Авраама, они благословляются с верным Авраамом, да, то есть Всевышний показал на жизни Авраама пример, в тебе благословятся все народы земли. Да, и отсюда мы учим, что вот этот пример, он для любого человека веры во Всевышнего, невзирая на национальные какие-то характеристики. Вот. Дальше еще несколько таких выражений сказано, чтобы через вот это учение Торы, которое еврейские люди пытались распространять в нееврейские страны, и язычники могли стать сопричастниками к Божественному, да, для чего все это делалось, для чего эти знания распространялись среди язычников, чтобы они стали сопричастниками, к чему? К Божественному, то чтобы они оставили идолопоклонство, оставили язычество и стали веровать в единого Бога, а также стать сонаследниками обетований данных Аврааму. То есть, что это говорится, после того, когда они уверуют во Всевышнего и станут жить согласно его законам и заповедей, то они станут сонаследниками тех благословений, которые Всевышний пообещал Аврааму. Вот. И так бы установилась вера в единого Бога на земле, да. Но потом мы можем увидеть, что появились разные религии, там христианство появился, ислам появился, потом они стали дробиться на разные. Вот. Как бы люди считают себя авраамическими религиями, но из-за разности понимания начались конфликты. Вот. Две тысячи лет это продолжается. Вот. Поэтому эта попытка как бы сегодня подходит к кульминационному моменту, когда, так как религии разделились вокруг Всевышнего, точно так же пророки все писали, что люди и объединятся обратно вокруг единого Бога, вокруг его заповеди и законов. И как раз Авраам хороший этому пример. Вот. Потому что именно он показал идею монотеизма, веру в единого Бога. Он стал первым человеком, который начал явно распространять эти знания среди язычников. То есть, когда я говорю язычники, я считаю, ну я имею ввиду безбожники, люди, которые не знали Всевышнего, или люди, которые веровали разным идолам, поклонялись. Вот. Это важно понимать. Вот. И мы сегодня разберем несколько моментов. Вот, например, такое выражение, когда Всевышний заключил завет с Авраамом. Вот, что я буду твоим Богом, а ты будешь служить мне. То он сказал ему такую фразу. Я Бог всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен. Давайте запомним эту фразу, она станет сегодня у нас такой центральной линией. Я Бог всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен. И что такое ходи передо мной? Вот если просто человек может подставить здесь любое то, что он может придумать. Да, поэтому есть комментарии мудрецов, которые раскрывают идею этого выражения. Ходи передо мной переводится как служи мне. И мы дальше разберемся, что значит служи мне, в чем выражалось служение Авраама. Что значит вообще служить Богу. Как это? Да. И он говорит, будь непорочен. Вот это слово непорочен наши комментаторы переводят как целен. И это очень важный момент. Что имеется в виду цельный? Что Всевышний говорит, служи мне и будь целен. Я дам тебе силы проходить трудности и испытания жизни. Почему я это смогу сделать? Потому что я Бог всемогущий. Вот проанализируйте всю фразу. Я Бог, который все могу. Абсолютно все могу. И если ты будешь служить мне, то я помогу тебе быть цельным. Что такое цельным? Не разлететься на куски под давлением жизни. Мы дальше увидим, много трудностей было у Авраама. Да, конкретно он прошел вот 10 очень таких серьезных испытаний. Да, когда человек говорит, ну Бог со мной. Многие думают, что это будет очень легко жить. Каждый может себе придумать, ну как он сам себе прифантазирует. Да, но мы можем посмотреть на реальную жизнь. Вот прямо с Авраамом. Всевышний говорит, я буду с тобой. Я Бог всемогущий. Я помогу тебе остаться цельным. Чтобы жизнь не раздробила тебя, не раздавила тебя на мелкие кусочки. Да. И дальше Авраам проходит 10 испытаний. Вот. И мы понимаем, что Всевышний говорит, я дам тебе силу. И я буду сопутствовать тебе во всех твоих трудностях, во всех твоих жизненных испытаниях. Да. И тот, кто уже читал эти главы, историю Авраама, ну мы знаем, что он прошел действительно немало трудностей. Мы сегодня несколько из них вспомним. Вот. И мы несколько глав, которые рассказывают про Авраама, например, глава Вайера, которую мы учили на этой неделе, она начинается с того, что Всевышний открылся Аврааму. И вот это слово «открылся» – это особенное взаимодействие с ним, такая точка момента связи с Богом. У каждого в жизни бывает эта точка такая своеобразная. Вот. Но что интересно комментируют наши мудрецы, что это был последний вот такой вот момент раскрытия какого-то особенного для Авраама. Потому что все последующие 76 лет, начиная с этой точки, Всевышний просто сопутствовал Аврааму и сделал то, что он пообещал. Он говорит, ходи передо мной. Это значит, Всевышний всегда шел сзади Авраама, помогал ему во всех ситуациях. И 76 лет у него была особенная связь, вот с этой самой точки, особенное раскрытие, особенная связь с Всевышним. И 76 лет Авраам вот жил с этого момента немножко другой жизнью. Он служил Богу, делал какие-то правильные вещи. Вот. И мы разберемся, вот, пример служения Всевышнему. Да, в это же слово можно много чего вложить. Но мы попробуем разобрать, вот, на примере Авраама, что такое служить Всевышнему. Да, и прямо в прошлой главе мы видим, как он, вот там, где раскрылся ему Бог, он сидел у входа в шатер. И прямо у двери у входа в шатер открылся ему Бог. Вот. И тут надо, конечно, обратиться к комментариям мудрецов, чтобы понять, что тут происходит. Написано, что он сидел в знойный день у двери шатра и увидел три человека и побежал им навстречу от шатра. Мы понимаем, что здесь шатер играет какую-то важную роль. Это не просто палатка, здесь есть гораздо больше какая-то идея заложена. Он видит три человека, прибегает к ним навстречу. И что он им говорит? Тоже внимательный момент. Господа мои, если я нашел милость в глазах твоих, не пройди мимо раба твоего. То есть на горизонте появились какие-то гости. Мы поговорим, что это за гости. Но вот интересный момент. У нас вчера был очень интересный урок в Шаббат с Равином Довбером Байтманом. Вы его хорошо знаете. Вот. И я позаимствую некоторые идеи, которые мы вчера изучали, поделюсь ими с вами. Он говорит, если я господа мои, он обращается к ним в множественном числе. А потом он еще обращается к кому-то одному отдельно. И говорит, если я нашел милость в глазах твоих, не пройди мимо раба твоего. Войди в мой дом. Так объясняют нам наши комментаторы, что это были за три человека. Это были три ангела. Мы с вами уже неоднократно говорили. Ангелы это служители Всевышнего. И у каждого ангела есть отдельная миссия. И пришло три вот этих вот ангела. И у них была своя миссия. Потом мы знаем, что два ангела, они пошли в Содом. И они пришли к его племяннику Лоту. Уже третьего с ними не было. И вот тут вот интересный момент. Каждый ангел имеет свою миссию. И вот этих трех ангелов звали Рафаэль, Михаэль и Габриэль. И у каждого была своя миссия. Ангел Рафаэль пришел исцелить Авраама. Потому что он сидел сразу после обрезания. Ну фактически это была болезнь. Ангел Михаэль пришел сообщить им. Потому что у них было бесплодие в семье. Что у них в следующем году родится ребенок. А ангел Габриэль пришел, чтобы потом разрушить Содом. Такой воинственный был ангел. И объясняют нам наши мудрецы, что вот это за диалог. Когда Авраам выбежал им навстречу. Он пригласил их войти. И двое пошли к Аврааму. Но третий ангел Габриэль, он остался на дороге. Потому что ему не было дела, чего у Авраама. Ему нечего было там разрушать. Но тогда Авраам говорит ему. Мы сейчас поймем, что здесь происходит. Говорит ему. Войди, пожалуйста, если я нашел милость в глазах твоих. Войди ты тоже в мой дом. И тогда этот ангел тоже соглашается. И вместе с теми двумя, которым было что выполнять. Он приходит в шатер Авраама. То есть мы видим, что изначально как бы ангел Габриэль не собирался. Это я вам сейчас рассказываю один из комментариев наших мудрецов. Ну и кто уже давно изучает, вы знаете, что такое разные комментарии. Разные комментарии, они рассказывают разные аспекты, разные тонкости. И мы учимся на каждом комментарии, хотя очень часто они бывают противоположные. Но если глубоко, глубже задуматься, то они все про одно. Все дают нам какой-то урок, какую-то мудрость, какое-то руководство к действию. Поэтому мы понимаем, что вот этот третий ангел не собирался. Но когда Авраам сам его проявил в инициативу и пригласил, он к нему вошел. Теперь мы немножко посмотрим на понятие, что такое шатер, Авраам, вот эти гости. Мы немножко поговорим о скрытом смысле того, что хочет передать нам здесь Тора. И так объясняют нам мудрецы, что Авраам сидит у шатра. Что это такое? Авраам это душа. Шатер это тело. Да, и объясняют нам наши мудрецы, вот как шатер не вечный, так и тело человека, оно не вечное. Душа находится в теле. Вот, потом шатер может прохудиться или, как это говорится, состариться. Его могут снять и переставить в другое место. Да, так же и тело человека. Да, оно стареет, оно болеет. Вот. И мы посмотрим, вот тут как бы три вида служения. Да, первый ангел Рафаэль пришел исцелить болячку Авраама. И мы можем вот увидеть, как бы один вид служения. Человек живет в этом теле, там душа. Потом он состаривается, он начинает болеть. И потом мудрецы объясняют, что вот это вот за выражение. Авраам сидел у шатра. Душа сидит и ждет, пока ее призовут туда, на небо, больное тело. И она сидит в ожидании жить, надоело. Как бы больше ничего радостного в этом физическом мире меня не ожидает. Человек падает духом, да. И сидит, свернул чемодан и говорит, господи, забери меня уже скорее. И это тоже нормальное явление. Человек прожил какой-то момент, да. Но наши мудрецы объясняют тут дальше, о чем идет речь. Ангел Михаэль приходит сообщить о рождении ребенка. О рождении ребенка. И мудрецы показывают нам здесь интересную идею. Если тебе уже скучно, и ты считаешь, что ты уже все сделал, займись детьми. Займись детьми, займись воспитанием детей, займись воспитанием внуков. Прими участие в каких-то детских мероприятиях, да. И они объясняют, потому что когда дети, они, когда ты общаешься с детьми, с молодыми, да. То ты черпаешь от них силу, потому что они вдохновляют тебя. Они дают тебе новые эмоции. А новые эмоции продлевают тебе жизнь, потому что ты включаешься в какие-нибудь жизненные процессы, да. Причем мудрецы рекомендуют, ты же можешь принять участие, даже если у тебя взрослые дети. Прими участие в воспитании внуков. Внуки взрослые, прими участие в воспитании других детей. Например, в общине это всегда возможно, да. Займись воспитанием молодежи, начни общаться с молодыми людьми. Передавай какие-то мудрые знания, делись своими ошибками. То есть ты увидишь, как шатер простоит еще какое-то долгое время. Почему? Потому что ангел это гости, это небесные гости. И когда человек принимает правильные решения, что он выходит за рамки своего эгоизма. Что у меня уже все плохо, я больше ничего не могу и жду, пока уйду. Это немножко эгоизм. Это понять можно, да. Но нам Тора показывает, как есть выход из этого, да. И к тебе тоже придут гости, ты получишь силу с небес. Для кого? Для того, чтобы ты мог еще поучаствовать в жизни других людей. То есть дополнительные силы с небес, да. Вот. Кстати, интересный момент. Вот если мы посмотрим, где-то в этих же главах, просто не стал записывать, ну какой стих конкретно. Вы сами можете это посмотреть. Что когда Всевышний говорил про Авраама, он сказал про него такие слова. «Ибо я предопределил его на то, смотрите, предопределил». То есть у Всевышнего было заранее для Авраама такая миссия. «Я предопределил его на то, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя следовать путями Бога, творя добро и правосудие». То есть научить последователь, научить свое потомство, жить согласно заповеди Всевышнего. И не только, вот что такое ходить, следовать путями Бога. Не только человек должен говорить, вот я верующий, я верю в Бога. А конкретно творить добро и правосудие. Творить, научить, передать пример, научить детей, научить потомство. Да, и мы видим, как раз Авраам этим и занимался. Поэтому они с Сарой очень грустили, когда у них не было детей. Они просили у Всевышнего. И Всевышний послал им с небес. Потому что почему? У него заранее было такое желание. Всевышний хотел, как мы это говорим, хасидское выражение, построить себе квартиру в Нижнем мире, здесь, в этом материальном мире. И ему нужны были люди, которые будут эту миссию делать. Потому что вот это язычество безбожие, но Всевышнего не устраивало. Уже был потоп, уже было разрушение Вавилонской башни. И Всевышний хочет, чтобы люди вернули Эдемский сад здесь и жили, чтобы Всевышний жил среди людей. И Авраам как раз тот человек, который первый вызвался и сказал, я пойду и не только ради себя, и потом, я сделаю даже больше, я не только своих детей, но и посторонних людей. Я буду передавать эти знания человечеству. И вот тут вот интересный момент, вот это третий ангел. Что же он делает у Авраама дома? А он приходит и когда он уходит, он говорит, что я пришел разрушить Содом и Гамору, потому что там жители грешные. И вот тут у Авраама появляется опция проявить себя и заняться другими людьми. Он начинает ходатайствовать за Содом и за Гамору. А как же ты, он говорит, погубишь и праведников, и грешников, всех вместе погубишь? Это же не может быть. И тут Авраам, мы видим, что Авраам показывает третью форму, форму служения Всевышнему. Когда человек вообще выходит за рамки своего эгоизма и жертвует своим временем, своим материальным ресурсом. Ведь он же был гостеприимный, он приглашал гостей. Он учил их вере во Всевышнего, он оказывал им приют, он материально помогал людям. И все ради чего? Не просто ради того, чтобы просто покормить или просто помочь. А у него везде просматривается цель, везде он помогал людям. И при этом всем он всегда учил их вере во Всевышнего. И давайте присмотримся к методике. Мы можем взять пример. Нам Авраам показал все, что мы можем с вами здесь воспроизвести в жизни в любом поколении. Присмотреться к его методике. Написано, что и возвал Авраам, ставил жертвенники и взывал там к имени Бога. Мы знаем, что сегодня вот жертвенник Богу, это время, когда человек молится Богу. Так говорят, служение сердца, когда человек сегодня не приносит жертвоприношения. Но жертвоприношение сегодня, когда мы читаем о жертвоприношениях, причем различного вида, мы понимаем, что это молитва Богу. Молитва Богу тоже есть разные формулы, это целый отдельный разговор. Но написано, что и возвал там, он ставил жертвенник и взывал там к имени Бога. И Раши так комментирует это место, что он не только сам взывал, но он делал так, чтобы другие взывали к Богу. Вот это было служение Авраама. Он делал так, чтобы другие взывали к имени Бога. И вот если присмотреться, вот пришли вот эти гости, да, они же выглядят как люди, причем они выглядят как люди идолопоклонники. Потому что в том месте, где Авраам специально поставил шатер, он специально поставил в том месте, где был проходной путь, где люди были уже уставшие. Вот они шли туда в Содоме и Гамору, потому что там был крупный центр, богатый город. И многие туда шли, они проходили мимо шатра Авраама, и они уже как раз были уставшие, он приглашал их войти. И вот так вот тут написано, что он сидел и высматривал гостей. То есть видите, инициатива служить другим людям у него уже была изначально. Поэтому он и пригласил этого ангела, он проявил инициативу. Вот. И он им говорит такие слова. Вот обратите внимание, зайдите ко мне, вот вам немного воды, омойте ноги, облокотитесь под дерево, вот вам тень, а я возьму кусок хлеба и подкрепите сердце ваше. Вот интересно вот это вот выражение, да. Ну и мы понимаем, что это все не просто так, потому что Тора, она же имеет и скрытый смысл, да, который можно понять. Вот. Поэтому комментаторы так нам комментируют, что здесь как бы видно как три идеи служения Всевышнему. Что такое, я возьму немного воды и омойте ноги. Вот как это выражение может сегодня, вот, ну как мы можем его сегодня откомментировать, да. Человек, который верит во Всевышнего, понимает его законы, встречается с людьми, которые по виду видно, что они люди неверующие, да, не знают Всевышнего. И он им говорит, немного воды, омойте ноги. Сегодняшний день это может быть простой совет человеку. Да, немного очистите. Что такое омойте ноги? Мы знаем, что те люди, это комментаторы нам объясняют, поклонялись праху земли. То есть, ноги это самая низкая человеческая стопа, самая низкая человеческая часть тела, да. То уровень их восприятия жизни был ниже плинтуса. Они поклонялись песку пустыни. То есть, вообще никаких принципов, ничего божественного. И что он говорит, омойте ноги свои, да. То есть, это первый уровень. Иногда ты видишь человека, немножко с ним поговоришь, и ты просто слышишь, у него все в жизни плохо. Ну, как он может понять вообще самые простые вещи, что вначале Бог сотворил небо, землю и все, что ее наполняет. И потом сказал, что все хорошо весьма. Что если у тебя вначале Бог, то только потом у тебя может все быть хорошо весьма. И это простой совет, он говорит, я немного воды. Иногда человеку просто посоветовать в нужную минуту, ведь они же оказались в нужную минуту с Авраамом. В нужную минуту вокруг нас появляются какие-то люди. Один маленький совет, помолись Богу, попроси помощи, немножко прочистить человеческий разум. Это может делать любой человек. Это очень важное служение Всевышнему. Для этого не надо иметь какие-то религиозные степени, не надо быть каким-то особенным. Просто быть нормальным человеком. Просто нормальным человеком. Следующий момент, он говорит, облокотись под дерево. Здесь можно много, но я взял самые простые, вот самые простые такие комментарии. Здесь, конечно, можно уйти в глубину и поглубже, но это уже не сегодня. Что такое под дерево? Объясняют нам наши мудрости, что это было особенное дерево. Что когда приходили язычники, Авраам брал, садил их под дерево. И там был уровень, насколько дерево давало свою тень. И под этим таким деревом Авраам мог вычислить как бы степень их отдаленности вообще от всего. Вычислить степень отдаленности. То это уже уровень немножко больше, когда мы взаимодействуем с людьми. А я говорю просто, это те люди, которые вот как в поле зрения, нас с вами, я уже сейчас говорю, что мы берем пример у Авраама, люди в поле зрения, нас с вами. Если вначале ты можешь дать просто совет, и человек задержится в твоей жизни каким-то образом, он почувствует, что что-то есть в тебе, что ему на... То есть Всевышний сам создает такие ситуации, то ты можешь уже разобраться в тонкостях. Где у человека есть проблема? То ли это здоровье, то ли это взаимоотношения с детьми, то ли это взаимоотношения с мужем, то ли это неправильное отношение к деньгам. То есть можно уже как-то глубже, уже как-то входить в какие-то тонкости. То можно уже больше посоветовать человеку. И третий уровень говорит, я возьму кусок хлеба и подкрепите сердце свое. Что такое кусок хлеба? Мы знаем с вами, что и вода это символ Торы, символ учения. И хлеб, который подкрепляет сердце, это символ учения. То следующий уровень уже возьмите хлеб и подкрепите сердце. И ты можешь человеку дать хорошую книгу. Например, вот такую книгу Псалмов Тегелим. Чтобы человек через эту книгу мог связываться, настраивать свои взаимоотношения с Богом. Ты можешь дать ему уроки Торы. Ты можешь дать ему вот наши книги, жизнь по Торе. Ты можешь дать ему любые хорошие, мудрые книги. Чтобы человек как-то стал укреплять свое сердце, чтобы он ввязался в процесс ученичества, чтобы учение стало его постоянным укреплением. Обратно хочу сказать, для этого не надо быть каким-то особенным, иметь какой-то религиозный сан. Не надо быть раввином. Не надо быть... Это может делать обычный человек. И Авраам именно и показал этот пример. И поэтому про него сказано, что вот именно ты будешь отцом множества народов. А дальше сказано, что Авраам доверился Богу. Доверился Богу, и это вменилось ему в праведность. Давайте немножко сейчас сделаем сравнение, потому что это как раз же в наших главах. Вот сравним немножко с Лотом. Вот. Мы как раз тоже об этом говорили на вчерашнем уроке. Вот смотрите. Что мы видим о Лоте, да? Что было время, когда они шли с Авраамом вместе. Пришли в Египет. Там разбогател Авраам. Лот разбогател благодаря Аврааму. Они стали очень богатыми, обеспеченными людьми. Вот мы сегодня во втором уроке немножко об этом еще поговорим. Вот. И потом, когда они пришли в определенную точку, там произошли определенные события. И Лот решил отделиться от Авраама. И там сказано, что Лот посмотрел на земли Содома и увидел, что земли эти текут, там реки и ручьи, что это богатая очень земля. Лот богатый, земля богатая. Он говорит, я пойду туда. Авраам сказал, если ты пойдешь направо, я пойду налево. Ты пойдешь налево, я пойду направо. Аврааму все равно, куда идти. Почему? Он не идет за богатствами. Он сам богатый человек уже. У него другая миссия. Он не гоняется за богатством, за комфортом. Он просто пользуется это, использует это на благо человечества, на благослужение Всевышнему. Построил гостиницу, да, мотель при дороге. Что такое шатер Авраама? Мотель при дороге. Каждый может зайти туда, подкрепить сердце, попасть под дерево, омыть свое идолопоклонство. Так же? А Лот нет наоборот. Богатый человек, ему нравится комфорт, ему нравятся богатые люди Содома. Так он пошел туда, но вот эта светская жизнь засосала его немножко. Что мы видим? Он не воспитал детей своих. Он не построил отношения с женой своей. Так же? Он вышел оттуда сам и спасся как бы из огня, и то спасли его эти ангелы благодаря тому, что он был племянником Авраама. Больше за Лотовторе нигде ничего не сказано. Его будущее все, точка. Да. Только сказано, что от него произошло потомство два народа, аммонитяне и маовитяне, которые потом долго еще приносили проблемы еврейскому народу. То есть ничего хорошего. Хотя он был и богатый, и все, но ничего, все, все разлетелось, как мыльный пузырь. А была ли у него возможность? Вот давайте немножко тоже посмотрим. Ведь он был богобоязненный человек в определенной мере. Но шаг за шагом он неправильно женился, неправильно воспитывал детей. Хотя немножко он все равно оставался то, что заложено было воспитанием Авраама, в нем оставалось. И тоже объясняют нам мудрецы, вот что, этот же комментарий про трех ангелов, что получается так, что к Лоту тоже пришли три ангела, и один остался у дороги. Но Лот не пытался проявлять инициативу, зайди ты ко мне, только к нему пришел Гавриэль и Рафаэль, а Михаэль остался при дороге. И мудрецы говорят, что если бы он проявил инициативу и Михаэля тоже пригласил, то возможен был бы какой-то другой исход, возможен был бы какой-то другой исход с его детьми, с его семьей, с женой, с семьей. Но он не проявлял инициативу. Он делал программу минимум. Раз уже пришли гости, по старой памяти, он был научен Авраамам, он говорит, ну зайдите ко мне. То есть мы видим две противоположные ситуации. Один искал богатство, ничего не нашел. По концовке все как мыльный пузырь лопнуло. Второй не искал богатство, просто служил Всевышнему. Что написано про Аурама? Умер в доброй старости, насытившись днями, мудрецом, оставив благословенное потомство, богатым человеком. Так же? То есть то, чего не искал, шел путями Всевышнего. И все нашел. Почему? Потому что Всевышний сказал ему, я Бог всемогущий. Служи мне, и я помогу тебе остаться цельным. И пройти все жизненные трудности, и здоровье, и семья, и дети, и распространение монотеизма, веры в единого Бога. И Авраам все это воспроизвел. И оставил наследие всему человечеству, которые до сих пор живут по его примеру. Поэтому, чем бы я хотел закончить первый урок, что это не просто история, это действительно пример для нас. И когда человек понимает, о чем речь, и говорит, я тоже попробую, то он становится не только сопричастным, а еще и сонаследником божественных благословений, вот этих всех обетований. Почему? Потому что вот эти гости, это силы с небес. И когда человек думает не только о себе, а думает о замысле Всевышнего, и начинает, ну, это же тоже напрячь себя надо, правильно? Но когда человек начинает напрягать себя, почему слово служить используется? Русское слово служить, еврейское слово это работа. Работать на Бога. Работать на Бога. А я вам скажу, что это очень важно. Например, вот когда было сотворение, Всевышний создал свет, и везде он говорил, что это все хорошо. Но только когда Всевышний создал человека, в конце шестого дня, он сказал, это очень хорошо, весьма хорошо. А почему все это просто хорошо? Когда появился человек, это весьма хорошо. Потому что Всевышний, вот теперь есть партнер у меня, я Всевышний, но есть у меня теперь партнер на земле, который воспроизведет мой замысел. Благодаря моей помощи и поддержке, он будет моим партнером. Теперь это весьма хорошо. Вот, и друзья, и что я хочу сказать, что мы можем каждый в своей мере, каждый со своей силой, благодаря всем тем талантам. Но когда человек начинает немножко распространять знания Всевышнего, передавать это людям, делиться людям, хотя бы немножко, то вот эти божественные силы начинают работать в его жизни. И большие благословения через это приходят. На этом наш первый урок окончен. Будьте здоровы. Будьте здоровы.